МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Терроризм сегодня парализовал и столицу Евросоюза. Это еще один крайне тревожный сигнал для всей планеты, всего человечества, что терроризм становится главной угрозой или, складывая усилия, мы можем обеспечить необходимые победы над этим мерзким, отвратительным явлением. К этому призывал президент Путин на юбилейной сессии ООН. К сожалению, многие страны тогда не услышали. Думаю, после этого теракта услышат, и борьба с этим позорным явлением будет продолжена и будет более эффективной. Хочу напомнить, что многие беды, в том числе и терроризма, растут из 1991 года. Тогда, в мартовские дни, был проведен референдум для сохранения великой союзной советской державы, которая обеспечила равновесие в мире, которая показала самые эффективные методы борьбы с преступностью и терроризмом, которая была победительницей. И этот опыт сегодня нам всем крайне необходим. Но тогда, в том же году, пришел к Ельцин к власти, и в Белорежье состоялось незаконное соглашение, которое перечеркнуло высшую волю граждан нашей страны жить в едином союзном государстве. Я считаю, что это не просто преступление. Это преступление, за которое сегодня расплачиваемся и мы, и в целом все человечество. Мы должны все сделать для того, чтобы исправить это преступление, эту ошибку. И для этого наша партия предложила программу вывода из кризиса. Эта программа была утверждена на Международном Орловском финансо-экономическом форуме. Она насчитывает 10 пунктов. Она представлена всем вам. У вас есть, и мы эту программу выпустили 20-миллионным тиражом. Я очень хотел, чтобы все граждане нашей страны, особенно готовясь к выборам, внимательно почитали эту программу. Она обеспечивает выход страны из кризиса, достойную жизнь каждому человеку, и развитие, прежде всего, нашей промышленности и сельского хозяйства. Особую роль в этом принадлежит народным предприятиям, о которых пойдет речь ниже. Вместе с тем, мы неделю назад собирали в совхозе имени Ленина представителей ведущих трудовых коллективов страны. Их было около 600, начиная с знаменитого Кировского-Путиловского завода, кончая авиационным заводом, который Комсомольский на море выпускает лучшие самолеты в мире. Трудовые коллективы единодушно поддержали нашу программу, и сегодня наступает третий этап. В ближайшие два дня состоится пленум Центрального комитета Компартии России, который рассмотрит роль народных предприятий как ключевого звена вывода страны из кризиса и восстановления народной власти. О сути этой работы сейчас вам расскажет Кашин Владимир Иванович, академик, который много лет занимается этой проблемой. Наша партия еще в 98-м году после прихода к власти Примакову, Маслюкова и Герасченко подготовила этот закон. Этот закон работает, но он требует большого совершенства. Над этим мы немало трудились, и сейчас Владимир Иванович представит наши идеи и предложения. Уважаемые товарищи, нам хорошо известно, что в 91-м году, когда шло разрушение советской экономики, флагманом этого разрушения, главным слоганом, был слоган поиска эффективного собственника. Время показало, что ни рынок, ни частная собственность, чуть не больше, ничуть не эффективнее, чем государственная форма собственности. Анализ свидетельствует о том, что 10% государственных предприятий сегодня дают столько же прибыли, чем все, что является сегодня частной собственностью, все эти 90% структур производственных. Когда мы посмотрели внимательно на все формы хозяйствования, мы увидели, что действительно, из всего этого поиска, из всей этой практики, очень здорово выделяются народные предприятия, потому что там, действительно, в этой самовосстанавливающей системе каждый человек является, работающий в коллективе собственных, до 75-80% являются акционеры в этом предприятии. Именно в этих предприятиях сохранены все те социальные завоевания, которыми гордилась наша Родина и за что благодарили нашу страну другие страны, которые давно работают на способе капиталистического производства. Именно здесь все средства, которые получают от прибыли хозяйства в народных предприятиях, идут на заработную плату и идут на модернизацию производства. Здесь надряются новые технологии. Мы посмотрели оборудование, его изношенность, оно в основном, это оборудование, во всех предприятиях, 5-6 лет, и достаточно современно, изношенность не больше 40%. Когда мы посмотрели уровень заработной платы, она в 2,5-3 раза выше, чем в среднем в хозяйствах, других форм хозяйствования, и так далее, и так далее. Производительность труда аналогична. Мы взяли этот период и увидели, что само производство от 3 до 6 раз по различным направлениям, отраслям, также увеличилось. Но, а самое главное, здесь ни в одном предприятии нет вот такого грабежа, прибыли, как есть в частных предприятиях, утаивание, неуплата налогов, вывоз за рубеж этого капитала. Здесь открыты, только по существу, в одной из форм хозяйствования, открыта система социального обеспечения ветеранов, пенсионеров. Здесь строятся школы, детские сады, здесь думают о среде мест обитания для людей, больницы. Это не только в совхозе Владимира Ильича Ленина или у Бухачева. Это вся практика по всей нашей большой России, страны СНГ. У нас есть в Приднестровье предприятие «Народная электромаш», которое отличается в этом плане наилучшими показателями. Оно сравнимо с нашими теми хозяйствами, как в Звениговске, где на 11 миллиардов производитель сельскохозяйственной продукции с полным циклом производства, переработки и обеспечения всего Поволжья уникальной мясной продукции. Хочу еще раз, уважаемые товарищи, подчеркнуть, что партия в своей программе поддерживает все формы хозяйствования. Партия поддерживает отечественные товаропроизводители. Она однозначно определилась с формированием бюджета развития, с возможностью в каждой форме хозяйственной получить кредиты, кредиты доступные, длинные деньги для того, чтобы вести модернизацию. Партия поддерживает и малый бизнес, особенно мы видим, как в сочетании с народными предприятиями, государственными предприятиями, научно-производственными комплексами вписываются те же личные подсобные хозяйства. Там до 90% производят сегодня картофель и овощи, плодово-ягодные продукции, 50% мяса, молока, то есть кормится страна. Но еще и еще раз мы выделили ту форму хозяйствования, ту форму собственности, которая, исходя из анализа, из статистических данных, сегодня преподносит вот такую положительную динамику, которую ее выделяют. Это не новость, это не открытие нашей партии. Сто лет работают подобные предприятия в Соединенных Штатах Америки и в других странах капитала. Президент Соединенных Штатов Америки говорил этот ответ Карлу Марксу. Это вот лучшая форма хозяйствования, это лучшая форма собственности. Мы подтверждаем, что вот эта форма хозяйственности, она должна быть поддержана, и мы предлагаем сегодня правительству, президенту и наш председатель отнес в этом плане нашу программу поддерживать нашего отечества аэропроизводителя и в первую очередь коллективы ЗАО, то есть народные наши предприятия. Спасибо, Владимир Иванович. Павел Николаевич возглавляет много лет совхоз имени Ленина. Он рядом с Москвой, с кольцевой дорогой. Предлагали не раз по 50 тысяч долларов за сотку лишь бы растащить, как многое другое растащили. Тем не менее, коллектив не только сохранился, но является лучшим и не только в центральной России. Средняя зарплата по селу 18 тысяч рублей за прошлый год. Павла Николаевича 74 тысяч. Самое большое поле клубники. Самые лучшие фермы. Великолепный, уникальный сад, где собраны все лучшие сорта центральной России. Их только, по-моему, 150 сортов яблони, 45 сортов груш. Там лучший детский сад не только в стране, но и в Европе. Сейчас завершается строительство супер уникальной школы мы ее введем 15 августа. Там строится жилье. Павел Николаевич сейчас представит особенности этого удивительного коллектива. У меня есть во всем прав, кроме одного. Если нам не помешает, только... Нажмите, пожалуйста, правую клавишу. Спасибо. Если нам не помешает, потому что мы живем не благодаря, а вопреки решениям правительства и чиновников. И весь наш путь, больше, чем 20-летний путь закрытого акционерного общества, говорит только об одном. К сожалению, мы исключение из правила. Вы видите, даже в нашем районе из 12 хозяйств, которые занимались сельхозпроизводством, выжило одно, а 11 закрылись практически. И это связано с некоторыми факторами. Я хочу вам две последние новости, которые вы вчера, наверное, читали. Элла Памфилова в своем последнем докладе как представитель президента сказала, что нам нужно срочно заниматься продовольственной обеспечением малобеспеченных слоев граждан продовольственной безопасностью. То есть фактически у людей нет денег на то, чтобы купить нормальное, качественное продовольствие. И об этом было доложено президенту. И вторая вещь, которую... Кстати, вы должны помнить, и многие из вас были в Советском Союзе рождены, что главной задачей во всех документах Центрального комитета КПСС было обеспечение материального... повышение материального обеспечения граждан. У нас сейчас ситуация кардинально изменилась, и поэтому люди попали за черту бедности, а это удар по продовольственной безопасности. То есть самый большой удар по нашей продовольственной безопасности, на мой взгляд, нанесен именно правительством, которое сделало продовольствие хоть и доступным физически, но и недоступным экономически. И вот такие предприятия, как наши, которые, как Владимир Иванович правильно сказал, вкладывают деньги в три вещи. Первое, это модернизация производства, второе, это повышение благосостояния своих работников, и третье, социальное обеспечение территорий, на которой мы находимся. Эти предприятия в Советском Союзе были... в 100% это были предприятия. Сейчас таких предприятий один раз-два и обчелся. Именно потому, что курс, скажем так, власти за последние 20 лет привел к тому, что невыгодно вкладывать деньги в собственную землю, а выгодно, скажем так, и каким-то образом хранить в офшорах, за рубежом, и, скажем так, инвестировать, но совсем не в Россию. И вот материал Орловского пленного, который Геннадий Владимирович допоминал, и последний съезд трудовых коллективов, который проходил на нашей территории, показал, что кипение народа простого, ну и руководителей, которые представляют народные предприятия, да и вообще предприятия, значит, дошло до определенного предела. И уже, как написано в материалах этих съездов, что нужно изменить срочно, Геннадий Владимирович это называет левым поворотом, или смена социально-экономического курса, потому что так дальше жить нельзя. Вы все смотрели на этот фильм. Но ситуация, в которой в России производитель стало невыгодно, руководитель или предприятия, которые вкладывают в, скажем, социальную инфраструктуру, в людей, они не поддержаны государством, а наоборот иногда испытывают давление со всех сторон, потому что каждый рейдер, как правильно, в стране поддержан каким-то человеком, имеющим властные полномочия. И это все не может не сказаться на общей экономической ситуации в стране. Президент Российской Федерации постоянно в обращении в Госдуму, в исполнительные органы власти говорит, что нужно снижать налоговое бремя. Вы видите, что произошло в последние несколько месяцев. Платон, капитальный ремонт, акцизы на топливо, ну и я буду вам рассказывать, каждые там ветеринарные сертификации, все это приводит к увеличению давления на бизнес. Административные, скажем, препоны не уменьшаются, а увеличиваются. Мы вот сами строим в Московской области, я могу рассказать, как происходит вообще решение проблем. Это только, скажем так, увеличивается давление на бизнес со всех сторон. Если вот, Геннадий Владимирович, мы тут говорили, знаете, если вы строите школу, то если вы собираетесь ее передать, например, в муниципальные органы власти, вы должны заплатить за это налог федеральный, НДС. То есть ты вроде как делаешь доброе дело для всех, но еще тебя обложат по полной программе налогов. Ни в одной стране мира этого нет. И вторую новость, которую вы вчера услышали, это американские бизнесмены в Нью-Йорке обратились с просьбой повысить им налоги. Коммунистическая партия уже на протяжении, по-моему, 15 лет говорит о том, что нужно перейти на прогрессивную шкалу налога. Богатые должны платить больше. У нас огромное количество проблем, беспризорных детей, значит, мы вынуждены предприятия народные платить за лечение своих людей и детей наших работников. Опять же, все, скажем так, это только декларация, что медицинское обслуживание бесплатно. На самом деле оно платно. И мы платим сумасшедшие деньги. И в этот момент мы за каждый рубль, который мы оказываем материальную помощь, платим подоходный налог. Поэтому все это должно измениться. И мы считаем, что в ближайшее время мы сможем сделать страну великой только при одном условии. Изменение социально-экономического курса нашей страны. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Я попросил продолжить разговор руководителя фабрики большевичка Владимира Эдуардовича Гурова. Этот коллектив не только сохранился, но умеет шить прекрасные костюмы, одежду. Пожалуйста. Спасибо. Я хочу сначала объяснить, почему мы здесь. Видите ли, у меня 40 лет опыта работы в промышленности, в швейной промышленности. И мне удалось поработать, и я еще начинал как руководитель в плановой экономике при советской власти. И, в общем-то, руководителем работал весь прошедший период. Я могу просто сравнивать с тем, что было, что есть, и оценить перспективу, которая будет. Вот тот лозунг, который выдвигает Коммунистическая партия Российской Федерации, о том, что Россия и правительство народного доверия, это то, что устраивает, как я считаю, промышленные предприятия, которые занимаются реальным делом, которые не занимаются налоговой оптимизацией, которые не занимаются вывозом капитала, которые не занимаются финансовыми спекуляциями, финансовым инженерингом при Славуте и так далее. То есть это программа для предприятий, которые занимаются делом, которые формируют бюджет, и которые тем самым поддерживают все население нашей страны, а особенно, в общем-то, дают возможности, надежду нашим детям в перспективе жить в достойной стране, состояться как люди. И вот, короче говоря, вот это вот благополучие, о котором все мечтают, чтобы оно просто действительно наступило в реальной жизни. Я хочу поддержать Павла Николаевича. Действительно, вот большевичка на сегодняшний день, при том, что это небольшое предприятие, до недавнего времени состояла на учете в 48-й налоговой инспекции как крупнейший региональный налогоплательщик. Это не нефтехимия, это не природные ресурсы, это простое швейное предприятие, которое является абсолютно белым и не использует никакие схемы оптимизации. Мы посчитали, что ставка налога от максимально возможной прибыли, которую, если перерасчитать, вот все платежи, она составляет на предприятии 62%. 62% и мы не просим, чтобы ее снизили, потому что мы считаем, что с этой налоговой ставкой можно работать. Потому что мы не одни, и нас волнует не только наше благополучие, но и также благополучие тех людей, которые живут рядом с нами. Вот из того опыта, который у меня накопился, я могу сказать, основная проблема, потому что времени мало, меня предупредили, основная проблема, которая на сегодняшний день существует в России и которую предлагают решать коммунисты, это проблема профессиональной квалификации, то есть профессиональных науков и прежде всего в системе управления. Вот то правительство, которое сегодня руководит страной, ну, с точки зрения моего опыта и моих знаний, я считаю, оно совершенно неэффективно и не перспективно. То есть страна действительно, если хочет избежать хаоса и опять же революции, должна эволюционировать. А для того, чтобы эта эволюция состоялась, нужна четкая совершенная программа. И прежде всего, ну, есть уже избитая фраза о том, что кадры решают все. Вот кадровый состав нынешнего правительства, он, конечно, ни в коей мере не отвечает тем задачам, которые стоят на сегодняшний день перед страной. В чем причина? Ну, вот из своего опыта я знаю, что раньше в системе управления, хотя в последние годы советской власти проблема квалификации управленческих кадров она ставила очень остро на самом деле. То есть трудно было найти главного инженера на предприятии. Но если тогда проблема ограничилась квалификацией директоров генеральных и главных инженеров, то сегодня большая проблема на промышленном предприятии найти сантехника, электрика, специалиста по обслуживанию электронного оборудования. Я уже не говорю о тех людях, как главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер и так далее. Встречаясь с людьми, которые хотят устроиться на работу, я провожу лично собеседование со всеми. И, конечно, неприятно, удивляет качество просто человеческого материала, молодых ребят, которые приходят и, в общем-то, ищут средства к существованию буквально. То есть это настолько, ну, даже по сравнению с тем уровнем, который был при советской власти, когда люди заканчивали институт, и специалистами они становились на производстве. Вот именно программа поддержки, но я не буду говорить, что нужно поддерживать малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Поддерживать нужно эффективный бизнес, я считаю. Он может быть и малым, и крупным, и средним. Это то, что напрочь отсутствует в политике нашего сегодняшнего правительства. Есть какие-то компании, которые говорят, вот давайте сегодня будем поддерживать малый бизнес, завтра будем кого-то еще поддерживать и так далее. Все это вследствие того, что в правительстве сидят люди просто некомпетентные и которые не прошли школу промышленных предприятий. Поэтому программа коммунистов, которая видит суть проблемы, о том, что если мы хотим хорошо жить, нам нужно хорошее управление, нам нужны хорошие специалисты. А для того, чтобы получить хорошего специалиста, нужно иметь хорошую промышленность, хорошее предприятие, где бы этих специалистов можно было готовить. Вот я бы хотел, ну, как бы этим ограничиться, поскольку время... Спасибо. Должен напомнить, коллеги, что КПРФ не является партией популистского толка. Для нашей партии характерна глубокая проработка своих программных документов, материалов. Поэтому и вот к ближайшему мартовскому пленному ЦК вся наша команда во главе с Геннадием Андреевичем готовилась очень тщательно. Последние месяцы мы актуализировали свою антикризисную программу. Она действительно поддержана Орловским экономическим форумом и Всероссийским советом трудовых коллективов. И отдельным пунктом этой программы является поддержка народных предприятий. Действительно, закон действует с 1998 года. За это время количество народных предприятий не превысило две сотни на всю Россию. Это означает, что проблемы существуют. И для того, чтобы снять эти проблемы, нужно обсуждать ситуацию, вносить предложение. Этому, в частности, будет посвящен наш пленум в субботу. К числу предприятий, которые в данном случае нас интересуют, мы относим и народные предприятия, и весь сектор коллективных хозяйств. Например, кооперативные предприятия, производственные кооперативные и так далее. Это тоже важный момент. Мы его тоже исследовали при подготовке. Дальше целый ряд предприятий других организационно-правовых форм собственности. Вот Пан Кадач сказал, залог. Но они, тем не менее, исповедуют социализированные принципы организации труда в деятельности своего коллектива. Поэтому, в широком смысле слова, и эти народные предприятия были при подготовке пленума и будут при проведении его в центре нашего внимания. Надо сказать, что у этого вопроса есть большая интересная история. Вопреки расхожему мнению, советская власть после своего установления активно поддерживала коллективные формы, артельно-кооперативное движение поддерживала. Негосударственный сектор был достаточно мощным. Не только колхозы входили в этот сектор. На начало 50-х годов в стране действовало 114 тысяч артелей, промкоопераций, мастерских, и работало в них порядка двух миллионов человек. Этот негосударственный сектор занимал большую нишу в целом ряде отраслей. Ну, например, 40% примерно производства мебели в Советском Союзе за этим сектором было. То же самое более трети трикотажа. Можно другие цифры называть. И в этом секторе даже действовало порядка сотни конструкторских бюро. В 50-е годы советский социализм развивался уже в гораздо более благоприятных условиях, чем до войны, и, конечно, были возможности дальше развивать этот сектор коллективный. И это помогло бы включать трудящихся в управление экономикой, собственностью, в общественную жизнь. Но, к сожалению, Хрущев стал действовать в прямо противоположном направлении. Те же артели стали ликвидировать, и не случайно потом появится термин волюнтаризм, когда деятельность Хрущева будет оценена партией по достоинству. Но, тем не менее, тот опыт кооперативных, коллективных форм хозяйствования, который был накоплен при Сталине, он заслуживает внимания, заслуживает использования, особенно сейчас, когда задача создания 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест провалена фактически, наоборот, безработица растет, и как раз создание коллективных, народных предприятий могло бы очень серьезно помочь в решении этой проблемы. Надо здесь и к мировому опыту внимательно присмотреться, потому что развитие кооперации – это важно, интересная мировая тенденция. Несколько примеров. Компания «Мандрагбон» в Испании. Седьмая по объемам в своей стране 80 тысяч работников, больше 200 подразделений, сотни магазинов по всей стране, свои собственные даже учебные центры действуют, выпускают самую разную продукцию, бытовую технику, станки, автомобили, автоматизированные линии, и значительная часть подразделений этой корпорации – это кооперативы. 85% работников – совладельцы, соответственно, получают и зарплату, и часть прибыли. На схожей основе работает всем хорошо известный финский концерн «Малю», объединяет 22 молочных кооперов, 11 тысяч фермеров. В Бергии народным предприятием стала клиника, очень крупная, многопрофильная, в которой более 700 человек работают, даже нобелевские лауреаты. А очень большую роль за последние десятилетия народные кооперативные предприятия стали играть в экономике Аргентины, и в Китае этот сектор тоже развивается очень успешно. Когда говорят о секретах Китая, надо и помнить о том, что в 1992 году там принят закон о коллективных предприятиях в городе и на селе, и этот закон работает по-настоящему эффективно. Но вот, тем не менее, не только Китай, который выбрал социалистический путь развития, но и в целом ряде капиталистических стран форму коллективных хозяйств, коллективных предприятий активно использует. Почему? Да потому что в конкуренции с Советским Союзом капитализму нужно было выживать, выдерживать эту конкуренцию, им пришлось пойти на социализацию жизни, вот поэтому Рейган использовал эту фразу, о которой уже Владимир Иванович вспоминал, о том, что развитие таких хозяйств – это лучший ответ Карлу Марксу. Там больше 20 законов было в 70-80-е годы принято на сей счет, и миллионы людей работают в соответствующей сфере. Правда, надо понимать, что когда конкуренция с Советским Союзом закончилась, здесь в целом ряде стран Запада начались проблемы и для коллективных предприятий, так же, как они начались для социальной сферы, идет наступление на права трудящихся в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере социальной поддержки. Именно в этом секрет успеха 74-летнего Сандерса, который довольно эффективно конкурирует на вот этой всей дистанции предвыборной гонке со своим основным конкурентом по демократической партии, Клинтон. Но за ней огромные ресурсы, огромные возможности, огромный клан, огромные корпорации. У него всего этого нет. Добровольцы обеспечили ему очень высокий рейтинг, тем не менее, в рамках этой избирательной кампании. Последнее, что хотелось бы сказать, действительно, почему нам, коммунистам, КПРФ, предприятия, народные коллективы очень интересны. Потому что они соединяют высокую эффективность и соединяют при этом социальную поддержку своих коллективов, социальную ответственность. Мы можем посмотреть на ситуацию с ООО РЖД. Вроде бы монстр, но почти всю социалку вырезал. Но вот Грудинин сидит, другие наши товарищи, которые занимаются в этой сфере, они не только сохранили то, что было, но они приумножают, строят школы, детские сады, профилактории и многие другие объекты социальной инфраструктуры. В этом отношении у нас есть повод для критики проводимой политики сегодня, безусловно, потому что для либеральных мифотворцев успех народных предприятий никак не вкладывается в их лекала либеральные, поэтому они не готовы поддерживать эту форму хозяйствования. И это один из главных аргументов в пользу смены проводимой политики, в пользу левого поворота, в пользу формирования правительства народного доверия. Спасибо. Афонин, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Проведя Орловский экономический форум и предложив стране программу по выходу из кризиса, наша партия, весь Народный Патриотический Союз организовала серьезное обсуждение ее на местах. И понятно, что и не только граждане страны, не только представители власти, которые получили нашу программу, но и деловое сообщество с большим интересом отнеслось к обсуждению этой программы. Мы выпустили ее миллионными тиражами, и она действительно имеет серьезное звучание. Причем очень интересно, что наряду с нашими предложениями по наполнению бюджета, вопросами, связанными с введением прогрессивной шкалы налогообложения, вопросы, связанные с новой индустриализацией, серьезное место в обсуждении как раз носит форма создания народных предприятий. Для многих деловых людей, промышленников, эта форма стала как откровением. С одной стороны, мы понимаем, что это наиболее справедливая форма распределения, получения прибыли продукции. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это еще хорошая форма уберечь предприятия от рейдерских захватов, что часто продолжается в нашей стране. Но самое главное, что народные предприятия позволяют развивать и социальную инфраструктуру. То есть фактически и те социальные предложения, которые заложены в нашей программе. Вот Дмитрий Георгиевич остановился на этом, но я хотел бы привести несколько примеров. Тоже известное народное предприятие Казанкова в Мариелз-Вениговский. Средний возраст работников 39 лет. Это действительно серьезный молодой коллектив, который опирается на опыт старшего поколения, но трудоустроиться в этом коллективе может молодой человек, получивший достойное образование и реализующий себя. Но с другой стороны, это и определенные серьезные социальные гарантии, заложенные в нашей программе. Это возможность получения жилья, это возможность трудоустройства и создания первого рабочего места. Это, кстати, все отражено и в том числе в нашей молодежной программе. Это развитие и амбулаторного лечения, это развитие спортивных комплексов. То есть народные предприятия дают серьезный шаг по развитию социальной инфраструктуры. Еще один пример, значит, свинокомплекс в Уссули-Сибирском. Иван Алексеевич Сумароков. Средний возраст работников 39 лет. На самом деле, Уссули-Сибирск это моногород. И после того, как несколько крупных предприятий в начале 90-х крупные олигархи и собственники развалили, фактически это предприятие стало градообразующим предприятием. Это хороший пример, когда можно, развивая легкую промышленность, пищевую перерабатывающую, даже решать такую очень острую проблему, которая сейчас есть в нашей стране, это вопрос развития моногородов. Поэтому реализация экономической программы, предложенной на экономическом форме, создание прогрессивных форм хозяйственных и развития вокруг них социальной инфраструктуры, может реализовать те положения, которые позволят нашей стране эффективно развиваться в экономике и в социальной сфере. Ну вот мы вам представили за полчаса суть нашей программы из 10 пунктов и главное – звено развития народных предприятий. Я хочу, чтобы вы посмотрели и фильмы. Мы подготовили 6 фильмов на эту тему. Из опыта работы Павла Николаевича у нас Звениховское объединение стало победителем европейского конкурса. 25 видов его мясной продукции выиграли золотые и серебряные медали на европейском конкурсе. Он получил главный приз. Но у Кардова свои подарки. Господин Улюкаев, готовясь к своему 60-летию, вчера заявил, что как только выборы пройдут в сентябре месяц, так срочно надо повышать пенсионный возраст. А до выборов вроде еще неудобно. Понимаете, у Кардова свои подарки. Лучше бы Улюкаев посмотрел инициативу американских миллионеров и миллиардеров, которые предлагают правительству повысить им налоги для того, чтобы в стране было меньше бедных. Но эти повышают пенсионный возраст, оставляя прогрессивную шкалу. И для тех, кто получает нищенскую зарплату, и тех, кто каждый день гребет миллионы и миллиарды.